Продолжаем видеообзор, посвященный запискам Семипалатинского подотдела, Западно-Сибирского отдела, Императорского русского географического общества из Фонда областного историко-краеведческого музея города Семей. Сегодня вашему вниманию предоставляю третий выпуск записок за 1907 год, в который вошли такие работы. Евгений Шмурло «Русские киргизы в долине Верхней Бухтармы. Материалы для заселения Бухтарминского края». Член Семипалатинского подотдела Шмурло писал, внедрению русского элемента в самую толщу инороческого, то есть казахского населения, русское правительство не только не препятствует, но и наоборот содействует. И как раз в эту пору занято было составлением проекта колонизации Алтая русскими людьми, причем для инородцев предполагалось оставить только самую незначительную территорию. Таким образом, переселение в конце 19-го – начале 20-х веков, проводимое и официально, и неофициально, очень сильно обострило социальные вопросы казахского общества, обострило и многие политические вопросы в жизни края. Следующая работа Александра Сидельникова «Материалы к физической географии озера Зайсан». Автор пишет о результатах исследования озера, о его положении, размерах, описывает климат Зайсанской котловины, проводит исследования температурного режима, цвета, прозрачности воды. Автор обращает внимание к проблемам рыбоводства на озере Зайсан. В сборник вошла работа Жекыпа Акпаева. Он один из первых выпускников юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета, который окончил золотой медалью в 1903 году. Видный казахский общественно-политический деятель, один из основателей политической партии «Алаш», его работа на броске по обычному, в частности, брачному праву киргиз-казахов. В этой работе Акпаев пишет о исследовании обычного семейно-брачного права казахов. Автор пишет, что при изучении обычного права киргизов наталкиваешься на такие слова и понятия, разъяснения или правильное понимание которых имеет не только юридическое, но и социологическое значение. Например, дети всех ближних и дальних родственников своей матери называют «нахашим». Это сложное слово состоит из слов «А. Нах. Настоящий. Сущий. Б. Ага. Брат. В. Иш. Или Ишек. Внутренность. А Ишим. Моя внутренность. При переводе слова «нахашим» значит «настоящий и сущий брат мой, близкий ко мне, как внутренность моего организма». В третий выпуск вошли две статьи Алихана Букиханова. Букиханов состоял действительным членом Западно-Сибирского отдела РГО в Омске и принимал активное участие в деятельности Семипалатинского подотдела географического общества. Особого интереса заслуживает его статья «Некролог Абай Кунанбаев». В статье прослежена генеалогия Абая, дан подробный анализ всей его биографии. Автор знакомит читателей о жизни и творчестве великого казахского поэта и просветителя Абая. Вторая работа Букиханова «Список обам на реке Слеты в Курженкульской волости от Молинского уезда». Это этнографическая статья «О-О-Ба» или называемыми казахами «Сырлы-там». Автор предоставил список захоронений вдоль реки Селети. Работа священника Бориса Герасимова «Поездка на Рахмановские минеральные ключи». Он выбрал для своей поездки маршрут, в который входило множество населенных пунктов. На Рахман он добирался почтовым трактом, а обратно плыл по Иртышу. Таким образом, он сумел сделать подробнейшие описания. Например, ему упомянуто около 50 речек. Это Иртыш, Шульбинка, О-Ба, Бухтарма, Аллы-Ба и другие. Помимо названия рек, даны четкое описание месторасположения, характерные особенности местности. Вторая работа Герасимова «Град в Ускемногорске». Автор описал метеонаблюдение 1906 года. О том, как в Ускемногорске выпал очень крупный град размером с голубиные яйца. Он пишет, что старожилы не припомнят такого крупного града. В конце записок представлен отчет о деятельности Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества за 1905 год с протоколами общих собраний членов подотдела и заседаний распорядительного комитета за август-декабрь 1905 год.